Привет, друзья! Наверное, не имеет смысла рассказывать, как я рассчитывала бюджет на ремонт своей новой квартиры и экономила буквально на всем. Такая ситуация знакома многим. Получив бетонную коробку от застройщика, я рассчитывала материалы до копейки и выискивала любую возможность лишний раз не потратиться. Вот такие стены достались мне в спальне. И мне пришла идея не выравнивать их, а воспользоваться этими нишами для зонирования спального места. Получилось очень даже симпатично. И с другой стороны также. В результате я и на штукатурке прилично сэкономила, и пространство сделала шире, хоть всего и на несколько сантиметров. Чуть позже в этой нише я решила сделать изголовье для кровати. И сегодня я подробно расскажу и покажу весь процесс и результат соответственно. В качестве материала я выбрала обычную евровагонку. Но лицевой у меня будет ее тыльная сторона. Та, на которой находятся два продольных неглубоких надреза. Длина вагонки чуть больше размера моей ниши, поэтому пришлось немного укоротить. Кстати, это мой первый опыт пользования циркуляркой. Лицевую сторону можно было бы сразу красить, а тыльная обработана не идеально, поэтому я ее сначала немного подшлифую. Без особого фанатизма главное удалить весь торчащий ворс. Краску на водной основе для деревянных поверхностей я заранее заколеровала в магазине. И первый слой буду наносить поролоновым валиком. Красить буду в два цвета. Подробно о том, как я добивалась нужного эффекта на древесине, я показывала в одном из своих предыдущих роликов. Поэтому на этом этапе долго задерживаться не буду. После того, как краска подсохла, слегка подшлифую вздыбившиеся древесные ворсинки и буду продолжать дальше красить. Финишный слой крашу уже кисточкой, так как в этот раз важно уделить внимание всем углублениям, чтобы серая краска попала во все трещинки и щели. Затем даю высохнуть не менее суток. И шлифовальным бруском с абразивом 120-180 довожу до конечного результата. Прямо на глазах появляется фактура дерева. Причем чем больше сучков, тем рисунок красивее и фактурнее. Я чувствую себя художником. Хотя природа – самый лучший художник. Посмотрите, ни один рисунок не повторяется. Я в полном восторге. Получилось даже лучше, чем я ожидала. Обрешетку делаю из оставшихся досок вагонки. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Ну вот, я и вышла на финишную прямую. Начинаю сверху. Гвоздики Гвоздики не испортили общий вид, решила воспользоваться специальными креплениями для вагонки, кляймерами. Правда, крепить их не так-то просто. В этом случае пригодился бы второй молоток, но у меня его не нашлось. Поэтому приспособила вот такую деталь. Продолжение следует... С каждой новой вагонкой прибивать кляймер получается лучше и быстрее. Ну вот, дошла и до кабеля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во-вторых, горючат, прществует... Этима... Продолжение следует... Продолжение следует... для низа у меня остались самые кривые доски и я стала прибивать их сразу гвоздями тем более за кроватью все равно не видно покрываю изголовье защитным лаком воском этот воск остался у меня еще от прошлых работ в данном случае он меня вполне устроил поскольку впитывается хорошо защищает поверхность и не блестит но при этом структура и деревянные узоры становятся более насыщенными теперь можно и светильник на место вернуть а а а а а а Следующим этапом прикручиваем. Его я тоже красила сама. А подробно, как я делала плинтусы, есть в моем предыдущем видео. Последний штрих – это рамка. Крашу ее так же, как и вагонку. Субтитры сделал DimaTorzok И в конце покрываю лаком-воском. Рамку нажимляю с помощью малярной ленты. И прибиваю. Шляпки у гвоздей откусываю, чтобы их было незаметно. Вот и все готово. Субтитры сделал DimaTorzok Я это сделала. Правда, шторы нужно будет потом поменять. И у меня в планах еще в этом же стиле сделать прикроватные тумбочки и задекорировать вот этот ящик для кровати. Кстати, тумбочки я уже начала делать и покажу результат в одном из следующих видео. Друзья, буду рада, если этот ролик был интересен и полезен для вас. Всем хорошего дня! До новых встреч! До новых встреч!